Ребята, всем привет! Сегодня в видео покажем, как сделать кайфовый саб-бас для техно-музыки, чтобы он был мощный, чтобы его было слышно, чтобы он качал. В общем, затронем эту тему, напишем что-нибудь. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу напомнить о том, что у меня есть паблик ВК. Сейчас идет поток по созданию техно-трека. Это такой марафон, закрытый паблик ВК, закрытые стримы, которые доступны только участникам. И именно туда я выкладываю все свои знания, все, что у меня накопилось. То, что я узнаю буквально, сегодня я что-то узнал, какую-то тему, все на стриме я обязательно покажу. Также в потоке я разбираю свои треки, которые я не могу выложить на YouTube или ВК, потому что они ждут релиза. У меня сейчас немножко другие задачи, да, я не буду выкладывать просто так треки, готовые треки на YouTube, потому что это как бы, ну... Ну, в общем, нужна мне лицензия, вот в чем дело. Да, и со мной Руслан. Всем привет. Так. Привет, Артем. Ага, привет, привет. Давайте посмотрим, что можно сделать, да, какой саббас можно придумать кайфовый. Я могу, я бы с удовольствием показал на примере своего трека, но, блин, не могу никак. Я вот общался с человеком, кто владелец лейбла, он говорит, нельзя вообще никуда выкладывать. Ну, имеется в виду открытый доступ. Так, я закину сразу, вот как я пишу, бочку. Сейчас какую-нибудь. Кстати, вот первый мой мейнграунд кит, он бесплатно раздается для всех, кто подписан на группу ВК, там, прям на стене есть ссылка. Я до сих пор использую отсюда бочки. Вот эти три бочки, мне прям вообще нравятся. Особенно вот это. Поставим темп 160, ой, блядь, 160, 126 ударов в минуту. 160, нормально. Выставим минус 6 децибел. Ну, все как обычно, я думаю, кто мои ролики смотрит, он уже это все знает. И лимитером подниму грампу, чтобы было слышно получше. Есть у нас, да, вот такая бочка. И сразу бас-линию напишем. Я возьму сайлент, как обычно. Сразу закину его. Бас-пик. Так, и делаем саб-бас. Я сделаю с нуля. Использую два осциллятора. Один на октаву ниже, другой выше. И немножко подмешаю тот, что выше. Выберу тип фильтра. И закрою бас. Получается вот такой саб-бас. Сейчас мы его напишем в тональность к бочке. Ага, вот. Вот такое можно сделать. Самый банальный напишу. Так. Добавим сразу Volume Shaper. Sidechain. В последнее время вот этот пресет всегда выбираем. Мне нравится. И приоткроем немножко частот высоких, чтобы бас совсем уж не уходил никуда. Ну, опять же, если прям совсем, да, саб-бас, то там нечего оставлять. Тоже вот я, как по привычке, это делаю. Подрежем ненужные низкие частоты. Тоже это все на слух делается. То есть срезаете. И вот как чувствуете, что бас стал таким плотным, более читаемым, значит вот больше не надо резать. Примерно 32 Герца вот так вот. И в районе 200 Герца я всегда тоже срезаю, чтобы немножко он как бы тоже читаемым стал. Ну, это не всегда обязательно, но у меня уже как правило это. Окей, все. Мы сделали эквализацию самую обычную. Ну, в основном она даже на готовом треке и такая и остается тут. Вот, дальше. Дальше я возьму прекрасный плагин AirBus Stereo или AirBus Mono, можно, неважно. Давайте возьмем Mono, так, у нас же SubBus. И вот с помощью этого плагина как раз-таки SubBus превращается, да, в офигенный качевый. Сверху мы выбираем ту частоту, которую хотим забустить, якобы. Давайте сейчас это на примере лучше делать. Так, уже изменился, да? Вот как обычно звучит бас. Да, разница есть. И теперь, поскольку это SubBus, да, сделаем где-то на 50-40 Гц. Сейчас послушаем. Вот, интенсивность, да, в децибелах, сколько мы прибавляем в децибелах вот этой сатурации, да, увеличения. Мне кажется, вот, минус 11, идеально. Вот, как раз справа, да, вот здесь показано, насколько сильно мы увеличиваем наш SubBus. Также можно повешать сюда немножко Decay. И закрыть. С Decay тоже прикольно, то есть появляется такое тело у баса. Немножко. Ну, это как бы уже зависит от идеи трека, поэтому не всегда это нужно. Вот, дальше я повешу компрессор. Вот, Fib Filter. Здесь есть готовые пресеты, можно особо не заморачиваться. Просто выбираем, листаем их, какой лучше подойдет. Мне вот такой вот нравится. И теперь, после того, как мы накачали наш бас, важно не забывать про баланс. То есть не надо, чтобы он был сильно громким. У нас задача не сделать его громким, а сделать его объемным, таким кайфовым, да, качевым. Поэтому, сделаем платишек. Это тоже момент такой нужно прочувствовать. И если у нас в миксе будет бас являться, как сказать, главным инструментом, то его можно сделать громче. Если мы будем много лидов добавлять, там, всего подряд, то, конечно, тут надо балансировать, в общем. Тот же самое касается бочки. На бочку можно повешивать Fib Filter. Ой, нет. Да, Fib Filter Saturn я обычно вешаю. Это такая сатурация. И можно поискать просто какие-то пресеты. Их тут много. Вот этот классно звучит. И заметьте, что громкость у бочки упала. Она стала как будто громче, как будто накачаннее, такой кайфовой, воздушной. Но громкость упала. Поэтому после сатурации всегда возвращайтесь к громкости. Вот такая вот она штука, да, получилась? Дальше. Я хочу рассказать еще одну фишку. Называется Drone. Кто не знает. Особенно в таком направлении, как Dark, Techno. Да, и в целом, мне кажется, везде это используют. Ну, кто знает, да, как это делать. Я сейчас покажу. Возьму опять Silent. Закину его сюда. Напишу. Drone. И... А, я возьму готовый какой-нибудь пресет. Вот такой, допустим. Умирую эффекты, делая и реверба. И повешуя сюда... Реверберацию. Сделаю длинный хвост. А, я не написал ноты, сейчас. Ставим... Ту ноту, да, где он... Допустим, вот сюда. Вот, что. Ну, нота баса. И вообще трека. Тональность. Вот, теперь... Я солирую этот трек. Захожу опять в микшере. И ставлю Edison. С помощью Edison мы сейчас запишем вот этот реверку, этот звук. Ставлю запись. Нажимаю. В общем, нам нужен хвост. Все, у нас есть хвост. И этот хвост мы сейчас возьмем какой-нибудь кусочек небольшой. Этого хвоста. Допустим, вот так. Вот, и закинем. Вот, у нас сразу в аудиоклипах он появился. Это пока уберем. По темпу я его подровняю. Это, в принципе, не критично. Выберу вот этот режим. Встреч. Чтобы тональность вернулась назад. Потому что, когда мы делаем сэмпл длиннее или короче, у нас меняется тональность. И может быть такой косяк. Вот. И добавляем наш, так называемый, дрон. На третий канал. Удаляем ревер, удаляем эдисон. И ставим volume shaper. Возьму этот пресет. Полностью будет сайдчейн поглощать звук. И добавлю эквализацию. Сейчас будем слушать и думать, как сделать баланс. В общем, зачем нужен вообще этот дрон? Этот дрон создает такую, как подложку для трека. И трек уже не будет сухим. Вот сейчас услышите. Срежем ненужные нижние частоты. Высокие тоже можно подрезать. Такой, как будто пэт. Но его нужно сделать так, чтобы было еле-еле слышно. Я сейчас прям вообще чуть-чуть сделаю его совсем. Без него сухой микс абсолютно с ним. И еще можно сделать питчем на октаву ниже. То есть я питч влево просто убираю и послушаем, как будет звучать. И можно в принципе еще больше поднять наоборот питчем. Вот так он звучит не особо интересно. Поэтому оставим, как было, посередине. Не самый лучший дрон у меня получился. Но так как времени нет. Главное, что я показал, как его сделать. То есть берете какой-то звук. Может быть даже это какой-то клэп будет. Не важно. Добавляете реверба. Сколько. В общем, тут нужно экспериментировать. Когда я, бывает, могу полчаса потратить этот дрон. Сделать там идеальный. Поверх дрона также можно повешать, допустим, он стандартный и разбит. Ну вот такой пресет можно поставить. Добавить движение немножко. Дальше, да? Какие у нас были планы? Только показать базу, да? Ну ладно, раз видео записываем, давай что-нибудь еще сделаем. Вот касаемо хэтов. Шекеры, хэты. Как сделать тоже, как вот сделать их интересными, чтобы их было лучше слышно. И при этом, не поднимая громкость, это сделать. Тоже задачка, да? Я одно время все, не мог понять, как это все сделать. Сейчас посмотрим. Возьмем вот такой хэд. Это обычно не выше 12 дБ, должны играть, иначе будет слишком шумно, неприятно на слух. Вот у нас есть такой хэд, что с ним можно сделать? Есть такой паги, называется Camel Crusher. Это, ну, Distortion, там, та же сатурация, в общем. Выбираем один из пресетов. Я обычно делаю так. Оставляю где-то примерно на 15%. Вот здесь видно. Я двигаю 15%. И после этого начинаю листать пресеты. Допустим, вот такой, да, ставим. Уже хэд стал намного более читаемый. Добавим реверб. Хотя, если идея такая, чтобы хэд был наоборот, да, такой с ревербом, кайфовый, качевый, можно, в принципе, так сделать. Да, и важный момент. После Camel Crusher сделайте эквализацию, потому что могут быть ненужные низкие частоты после него. Ну, сколько их. Также мы убираем хэд по панораме на 15% влево или вправо. Ну, это я так делаю. Кто-то, может, сильнее убирает, кто-то в центре оставляет. После ищем тональность хэта. Можно посмотреть прямо в пианой роли. На вкус. Мне вот такой нравится. Приятнее, да, звучит, когда я вот поменял ноту? Да. Дальше, дальше, что еще можно сделать с хэтом? Ну, банально можно добавить дилей такой короткий, чтобы он... Вообще, конечно, от хэта зависит многое, поэтому нужно больше тратить времени на подборку хэта. То есть, вот у меня в том же драмке те, их 300 штук бывает прямо упарываешься, сидишь там минут 20-30 ищешь этот хэт золотой. Если хэты не помогают, то всегда есть шейкеры. Шейкеры такие более... более... более дружелюбные, что ли. А хэт мы сейчас поставим на бочку. Прикольно звучит, когда есть на бочке хэт. Сразу кач начинается, прикольно. Это хэт, это шейкеры. И вот этот хэт, который мы ставим прямо на бочку, надо сделать, ну, очень-очень тихим, чтобы у нас бочка из-за него не бустилась, там, не клиповала, ничего. Так как у нас шейкер находится в левом ухе, этот звук мы... этот хэт мы право выбираем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, дальше... Ну, давай еще клэпы сделаем. Клэпы, блин, вообще больная тема для всех. И по сей день я тоже с этими клэпами ложусь. Хочется сделать их такими пробивными, кайфовыми. По-стандартам все клэпы из библиотеки, из любой можно взять, они, блин, неинтересные. Хочется вот как-то пободрее, что-то они звучали. Тем более в техно-музыке, да, когда мы используем всякие там плагины кайфовые, делаем звуки. В общем, как-то нестандартно делаем звуки. Обрабатываем. Поищем какой-нибудь клэп, более-менее подходящий. Мне вот такой нравится, но он уже какой-то перенасыщенный, что ли. Продолжение следует... Допустим, давайте пусть такой останется. Немножко пусть он пошире будет. Первым делом, что можно сделать, это повешать компрессию. Здесь есть пресеты drums и snare. После этого клэп становится громче, поэтому надо потише сделать, не выше, чтобы 6 дБ он был. Желательно, конечно, ниже. Дальше можно использовать также camo. Crasher. Подмешиваем любой пресет, листаем пресеты и слушаем. Субтитры делал DimaTorzok в данном случае он не особо подходит потому что клэп уже как будто до сатурации такой мощный поэтому можно еще один вариант сделать добавить плагин под названием так делаем дублер 4 стерео прикольный плагин он делает звук шире если простыми словами заметно да клэп изменился стал более живым таким кайфовым и в левом правом мухи его хорошо слышно не всегда опять же нужно использовать да вот такие инструменты как вариант если хотя бы да уже знать что можно сделать чтобы улучшить звучание теперь идем опять же в пиано роли и ищем нужную тональность на слух вот на нотку ниже интереснее звучит дальше можно если не хватает все-таки клэпа хочется еще бодрее сделать можно выбрать еще один клэп то сделать лейринг наложить сверху иногда очень хорошо помогает у меня порой бывает вот 4 клэпа и вообще ставлю то есть один максимально тихо 2 там 2 оставляя только высокие частоты потом объединяю все клэпы в одну группу и там уже сатурирую там что-то с ними делаю получается добиваться прикольного звучания возьмем клэп 2 и помешаем его сделаем потише и вот сразу да вот пример создам групповый канал клэп G я называю сюда и закину сюда эти два клэпа это надо для того чтобы контролировать баланс громкости да когда я наложу на групповой канал я вижу что здесь такая громкость в этих двух звуках вместе вот на этом клэпе я бы вырезал низкие частоты и поищу поищу вот что-то запустить и будет прикольнее затем можно проверить да как это вообще работает нормальным ты клэп подограмм или нет сидеть все время слушать один лук тоже не особо приятно поэтому убираем последние 4 бочки и слушаем допустим с 9 такта можно сделать еще лучше я повешу эквалайзер и уберу низкие частоты уже в самом треке типа сделаю такой переход и послушаю прикольно вообще заходит вот этот клэп который я сделал допустим вот отсюда вот так вот я вижу у и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто хочет записаться, пишите в паблик ВК, там есть информация и что еще... Ну, наверное, все, да? Ладно, на этом всем пока, на связи.